всем привет в данном видео рассмотрим такой вопрос которая у нас имеет отношение к физическому небу то есть это у нас physical sky это тип освещения то есть предыдущем видео у нас был фактически купол ну мы его назвали небесный свод то здесь в данном случае будет физическое небо и соответственно солнце сколько это скажем введением максу то соответственно будем потихоньку разбираться входить в предмет здесь сцену я из предыдущего видео вот здесь вставляю и соответственно переключаясь в режиме перспективы на вот этот вот видно вот такой и дальше мы идем в environment и соответственно первый тип у нас был вот этот constant дом то есть купол небесный и соответственно 2 physical sky то есть вот здесь когда мы переключаемся но здесь есть очень большое количество параметров сравнительно большое скажем то есть они часто кажутся очень какими-то сложными ну попробуем разобраться получится не получится то есть данном случае нам желательно запустить интерактив и соответственно вот эту часть залочить то есть здесь в архиве для вот этого видео я приложу вот этот текстовый файлик к нему будем обращаться в принципе это скажем не зазорно и здесь расписаны все подряд вот идут значения то есть идем 1 до интенсивность то есть intensity соответственно для искусственное увеличение и уменьшение яркости физического неба то есть если мы поставим вот здесь 01 то соответственно получаем более темный вариант если мы поставим здесь 10 то получаем более светлый вариант то есть при темном варианте вот таком 01 у нас проявляется цвет то есть все становится как жизни если у нас чистое небо дату от тени у нас и соответственно рефлексы синие дальше то есть интенсивностью определились меньше дает свет и менее влияет на яркость изображения больше убирает оттенок насыщенность но делать изображение ярче то есть это мощность нашего неба фактически следующий турбидите коэффициент это у нас коэффициент мутности здесь концентрация частиц атмосфере ну как бы мы по большей части этот коэффициент как бы понимаем то есть он есть да и можем себе приблизительно представить что это но это только лишь понятие то есть если мы узнаем устанавливаем значение 0 вот этот турбидите да то есть если мы попробуем поставить 0 в данном случае то следующие три коэффициента будут бесполезны то есть следующие это wave lens экспонент и соответственно рефлектанс и планет рефлектанс то есть вот вот эти части будут не рабочие если вот этот 0 и здесь даются значения то есть 001 это хорошее значение для низкой мутности то есть в атмосфере у нас соответственно частицы пыль там вот ну все вот это вот летает то есть ветер носит туда-сюда это все и соответственно распределяется в атмосфере дальше у нас получается 004 среднее значение и соответственно 0 3 высокое значение то есть вот попробуем их поставить до минимальная у нас 001 то есть мы устанавливаем получаем вот такую вот картинку с таким вариантом если ставим то есть следующее значение у нас идет 004 но это среднее то то который у нас дают разработчики нам то есть вот такая ситуация немножечко она изменяется чуть-чуть не сильно это конечно видно но изменяется то есть и 03 следующий вариант да она все становится вот таким серовато ну то есть однотонным то есть чем ниже этот коэффициент тем больше мы видим оттенков то есть как бы вот если мы предположим представим себе ну например как аналоги можно привести пустыню да и ветер то есть как только ветер начинает гонять песок у нас все в таком в тумане как только ветер утих соответственно все чистое чистый воздух то есть атмосфера чистая и соответственно мы видим оттенки синего разные вот эти вариации цвета если у нас вот это значение то видите загрязнение стоит большое да то мы видим все скажем серый то есть мы здесь конечно туман этот не видим потому что у нас фактически 3d здесь ветра нет как в жизни и здесь вот единственно что меняется это цвет на то есть но поставим 004 вернемся к среднему значению здесь мы уже видим видеть начинаем вот разные оттенки следующий вариант то здесь вот еще дается как определение повышение коэффициента мутности на закате приведет затемнению неба то есть если мы делаем вечернюю сцену еще и повысим коэффициент мутности вот этот турбидите то у нас небо затемняется здесь дается еще такая рекомендация что если понизить его то есть вот здесь в камере да если мы понизим экспо уже рвали вот это вот то соответственно получим довольно интересный вариант но опять же это все пробы и вкусовые скажем определения дальше у нас идет вейвлайнс экспонент то есть здесь экспонент длины волны то есть получается у нас средний размер частиц в атмосфере ну и соответственно он влияет на то какие длинные волны света волн света поглощаются какие-то какие рассеиваются то есть высокие значения увеличивают насыщенность неба пока не станет зеленым и оранжевым то есть здесь вот этот вариант его нужно ну как бы для себя определять то есть фактически здесь не даются никаких вариантов ну мы можем поставить предположим 0.1 то есть минимально да вот эту часть и здесь мы ничего такого не видим то есть начинаем повышать то есть там 0.1 здесь фактически получается методом увеличения мы можем прийти к тому что сначала мы доберемся до зеленого цвета потом до оранжевого то есть там единицу и будем смотреть что будет меняться то есть в данном случае здесь у каждого коэффициента можно установить то есть попробовать посмотреть какие максимальные значения то есть вот мы уже видим что-то привносится то есть такой какой-то непонятный цвет а поставим например 30 но здесь наверное максимум 100 то есть вот начинается зеленый цвет и соответственно оранжевый то есть вот это вот этот момент влияет на то что мы на финальной картинке будем видеть то есть здесь вот максимум 300 то есть и мы получаем вот такой вот ну это в принципе для каких-нибудь как написано в руководстве по максвелла с помощью этого параметра можно делать довольно интересные цвета не присутствующие на земле то есть предположим на других планетах но опять же это все идет из физики то есть в данном случае мы если мы не знаем какие здесь значения стояли то вот здесь можно это обновить обнулить то есть если мы пытаемся вот изменить да в данном случае вот пресеты это сброс самого пресета а здесь мы обнуляем то есть вот этой кнопкой мы обнуляем вот эти значения то здесь два их ну то есть один вот этот да этот пресет если мы согласен сохраним какие-то виды вот этих настроек типа какие-то себе они здесь вот будут перечисляться но сброс этих пресетов будет вот здесь а сброс самих данных он находится вот эта серая кнопочка такая не очень заметная то есть вот у нас по стандарту все это стоит то есть вот этот коэффициент мы довели до 300 до максимума да и получаем оранжевое вот освещение с зеленым то есть ну такого мы в жизни конечно не видим но в принципе здесь вариация такая есть то есть дальше у нас идет коэффициент рефлектанс это отражательная способность то есть это отражение это у нас альбедо аэрозоли или скорость рассеивания поглощения энергии то есть вот это все то что у нас в воздухе творится скажем она тоже отражает то есть не только поверхность земли отражает ну и все вот вот эти частицы мелкие которые носятся воздухе они тоже имеют свойства отражения и вот эта часть она здесь нам устанавливает то что влияет на вот эти частицы то есть если мы поставим 0 немножечко станет темней чуть-чуть но будет не так отражать да если мы поставим сто процентов то мы фактически говорим что весь свет отражается то есть чуть-чуть становится светлей но насыщенность становится меньше то есть в данном случае если 0 то здесь цвета станут насыщены то есть не отражается ничего то есть от всего того того что находится вот в данной сцене не только поверхность не только вот эта часть да все то что между вот этим объектом между этими поверхностями и воздухом то что воздухе летает это все вот скажем в данный момент не отражает как только мы ставим 80 процентов либо 60 50 но это очень тонкий параметр которого есть параметры которые явно видны есть параметры которые явно не видны то есть те которые явно видны мы сразу понимаем да те которые явно не видны то здесь немножко возникает такие легкие путаницы и проблемы дальше у нас идет планет рефлектанс то есть это у нас отражение планеты то есть отражательная способность нашей планеты и соответственно это контролирует процент света отраженного от поверхности в атмосферу то есть к нам свет прилетел и от нас отразился ну то есть как бы если представить себя планета и земля то соответственно у нас свет светит источник света с мощностью сто процентов к нам он прилетел у нас есть какой-то коэффициент то есть мы не можем отразить сто процентов света мы отразим какое-то количество ну и соответственно земля отражает приблизительно 25-30 процентов света прилетевшего то есть отражает обратно в атмосферу и соответственно вот эти все предыдущие коэффициенты тоже срабатывают но здесь довольно все-таки сильно завязано параметров много и каждый из них влияет то есть вариантов может быть масса и соответственно мы получим разный результат то есть фактически вот эта часть, если мы поставим 0 мы этим говорим, что наша планета ничего не отражает солнечного света и соответственно картинка у нас становится чуть темнее если мы скажем, что планета отражает 100% всего прилетевшего света, то картинка станет ярче то есть больше света отразится от планеты в атмосферу ну и соответственно этот отраженный свет подсветит небо то есть станет ярче, ну в данном случае вот видно становится ярче ну вот этот коэффициент можно вообще не трогать, он здесь на уровне 25-30% и соответственно мы получаем более-менее приближенный вариант к реальности. Дальше у нас идет асимметрия то есть асимметрия это у нас она управляет анизотропией атмосферных частиц то есть в каком направлении будет рассеиваться большая часть света здесь у нас положительные значения дают ореол вокруг солнца ну и соответственно отрицательные значения нулевые не дают этого ореола то есть здесь вот этот параметр влияет еще на включение вот этой части но мы дойдем все коэффициенты и тогда на последней части уже вот это включим то есть это вот вот этот коэффициент похож на подповерхностное рассеяние то есть свет светит да и есть три положения плюс плюсовые значения дают возможности свету идти вперед нулевые значения рассеивают свет во всех направлениях то есть полностью и отрицательные значения рассеивают свет у нас в обратную сторону то есть это вот такая же самая ситуация вот здесь то есть свет проходит через воздух да через атмосферу то есть если предположим за точку опоры взять вот границу между космосом и атмосферой да вот то есть между безвоздушным пространством и воздушным то соответственно когда свет входит в атмосферу у него направление получается фактически от источника света к нам то есть если у нас источник света светит да если коэффициент положительный то фактически свет ну грубо говоря проходит сквозь планету то есть он не останавливается но мы не берем свойства отражения планеты мы берем свойства самого света если ноль то он будет внутри атмосферы во всех направлениях рассеивается если минус то соответственно обратно вернется в космос то есть здесь скажем такая ситуация по аналогии дальше у нас идет озон ну то есть это наша атмосфера соответственно определяет количество озона измеряется в сантиметрах высоты столба атмосферы то есть значение по умолчанию 0.04 но здесь в данном случае если мы поставим 0 то есть опять же очень мелкие коэффициенты ну то есть влияние очень-очень мелкое немножечко будет темнее картинка если мы попробуем поставить например там ну максимально 50 то мы вот получаем вот такую ситуацию то есть вот эта часть влияет на насыщенность то есть фактически если предположим мы поставим 10 то это тоже много то есть это влияет на насыщенность то есть чем больше озона тем насыщеннее это все то есть мы фактически будем видеть если как в жизни да вот этот коэффициент скажем увеличивать то мы будем видеть очень сильные сильно насыщенные цвета ну то есть вот этот наш коэффициент он влияет на насыщенность ну опять же здесь если не знаем какой на каком остановились то соответственно сбрасываем по умолчанию но вот этот коэффициент на насыщенность влияет то есть если вы тысяч будет меньше вот этот оттенок синеватый от неба если больше то соответственно мы все и на небе и на земле вот здесь получим слишком большую насыщенность и соответственно вода количество пара в атмосфере то есть то что испаряется то что выпадает виде осадков то есть круговорот воды в природе ну и измеряется тоже сантиметрах но здесь у нас получается вот этот озон да чем меньше коэффициент тем меньше частиц в воздухе скажем здесь тоже чем меньше вот эта часть то соответственно мы получаем меньше капелек воды в воздухе если мы попробуем поставить максимальный то есть можно попробовать поставить тысячу да здесь максимально 500 то есть в данном случае чуть-чуть насыщенность увеличивается то есть первым в озоне очень сильно увеличиваться потому что это все таки скажем ну атмосфера да то есть фактически но не плотность но вот насыщенность цвета будет а здесь данном случае если мы увеличим этот параметр у нас тоже насыщенность увеличивается но она увеличивается относительно вот этих пузырьков то есть вот эти два параметра они немножко отличаются ну и соответственно сбросим это на ноль и переключимся снова здесь вот такая у нас получается ситуация далее у нас есть юсан то есть это у нас солнышко наше здесь в этом солнце не очень много параметров почему немного параметров потому что основные параметры этого солнца фактически вот они есть единственное здесь нужно установить то есть мы видим пересветы то есть вот здесь цвета слипаются для этого желательно в нашей камере понизить экспозицию то есть экспозиция ну можно себе приблизительно таким образом ставить все что касается экстерьера то есть то что на улице находится от 14 и ниже потому что если яркое солнце то соответственно с картинка будет очень яркой то есть вот 14 вполне адекватно можно и 16 а то что в помещении внутри соответственно ну градация такая все то что выше 10 то есть от 10 до 20 это экстерьер с солнцем все то что ниже 10 это интерьер с искусственными источниками света то есть можно себе среднюю часть поставить 10 и от нее соответственно в разные стороны идти то есть все что выше 10 до 20 это у нас улица то что ниже от 10 до там двух это у нас помещение то есть вот оно наше солнце светит и у него здесь как бы параметром не слишком много то есть вот эта температура да если мы поставим 3200 кельвин то у нас она все стать должно оранжевым и станет темней то есть здесь вот эта температура она привязана к мощности если мы поставим например 10000 попробуем у нас все станет более синеватым и соответственно ярче ну обычная температура солнца 5600 то есть 5600 это именно солнце а 6500 это температура источника света имеющего белый цвет здесь ну 5600 здесь варьируется во многих источниках она разная есть 5200 из 5500 из 5600 в данном случае можем поставить 6500 это будет просто белый свет то есть но по стандарту здесь у нас установлено фактически то что разработчики считают верным то есть 5777 ну как бы можно с этим согласиться можно не согласиться здесь 177 кельвин они не не повлияют если 5600 брать до 5777 у нас влияние приблизительно если уже мы начинаем увидеть то 1000 кельвин плюс минус тогда мы уже начинаем видеть а вот эти мелкие изменения как бы ну в 3d мелкие изменения можно видеть потому что это линейное пространство мы видим не в линейном пространстве поэтому здесь вот ситуация такая и соответственно мощность то есть поставим 10 до станет ярче поставим меньше станет темнее здесь как бы вот эта часть она не очень сложная и соответственно радиус это радиус диска солнца то есть здесь может быть маленьким может большим но для того чтобы управлять солнцем здесь есть вторая вкладка то есть локейшин и тайм конечно шоу сан инвью порт то есть вот здесь можно включить вот эту часть но она вот как бы в данном случае вот мы видим да вот эту часть можно ее отключить попробовать то есть можем включать можем выключать но я бы конечно вот эту часть не использовал потому что она не дает нам понимания положим в cinema 4d сделано это все более аккуратно то есть работает все отлично здесь у нас это отображение есть но посмотрим каким образом она будет перемещаться или не будет перемещаться то есть у нас есть возможность установить из вот этого огромного перечня здесь какую-то ближайшую точку но я установлю например ближайшую точку к тому месту где я проживаю если ну вот раша ростов он дом то есть в данном случае получается здесь посмотрим каким образом это он нам отработает то есть в данном случае здесь у нас сити пресет то есть пресета да если мы знаем latitude и longitude то есть широту и долготу соответственно можем поставить точку где мы находимся но это несложно найти в интернете и забить ее сюда вручную то есть такая ситуация на сцен rotation это поворот ну то есть можем поворачивать и дальше у нас идет календарик то есть у нас в данный момент сегодня то есть ставим 1 сентября вторник ну 44 часа это конечно интересно в данный момент это 10 то есть фактически можно поставить вот таким образом и посмотреть что у нас получится то есть таймов дэй вот здесь да здесь у нас это все варьируется то есть 10 вот вот в этой части 10 то есть данный момент это вот таким образом то есть я переключусь включу это солнце чтобы она отрабатывала фактически ну можно сказать почти соответствует единственное что не в ту сторону сцена смотрит но это как бы не очень проблематично то есть здесь можно солнце это показывать да но она будет стоять вот в одном положении то есть предположим в той же самой cinema 4d солнце поворачивается здесь этого поворота не видно поэтому то есть получается вот эта часть у нас 12 часов это ноль часов получается и следующая часть вот это у нас соответственно тоже и если мы ставим ну поставим предположим 12 часов дня то есть если 12 часов ставить она должна быть фактически посредине вот здесь то есть вот середине это вот у нас зенит и дальше мы себе отталкиваемся в какую сторону мы хотим то есть предположим хотим поставить 7 часов утра по 8 то есть вот он наш свет то есть это у нас получается рассвет солнце солнце у нас вот с правой стороны по правой руке а соответственно вот они тени и если мы например хотим повращать сцену да то есть пробуем поставим 30 то есть вот они тени уже ушли поставим 60 можно было не в ту сторону идти можно было обратно то есть вот за нами солнце то есть она светит туда соответственно можем поставить попробовать 90 то есть нам желательно найти положение солнца увидеть его то есть на я поставлю 150 уже поболее то есть вот тени да по теням мы видим поставим 180 посмотрим где она у нас окажется и соответственно поворачиваем дальше но можно по 30 градусов можно там по ставить больше и получается у нас вот скажем тени вот мы дошли до состояния например 240 градусов да то есть мы видим вот они солнце за за нами то есть получается еще можем его снизить то есть вот она солнце наше появилось это у нас получается 6 часов утра то здесь можно поставить 6 и соответственно 0 то есть вот 6 часов утра но лучше конечно поставить чуть-чуть вернуться чтобы мы увидели все таки наше солнце то есть вот она у нас появляется и возвращаемся на вот эту вкладочку соответственно радиус то есть пробуем поставить 10 вот она то о чем я говорил то есть мы здесь можем фактически вот в этих двух закладках симулировать и вот этот пресет который тип освещения физическое небо то есть мы можем симулировать полностью все то что нам необходимо то есть я вот здесь поставлю 5 можно закат можно рассвет здесь как бы такие варианты и чуть-чуть и поднимем то есть вот она уже уж вот поднимается да и соответственно мы уже начинаем видеть наши тени и здесь еще такая ситуация вот этот радиус вот этот вот радиус солнца да он влияет на тени то есть если мы поставим единичку у нас тени вот жесткие вот они идут жесткие тени то есть солнце там далеко да и вот у нас лучи идут параллельно почти то если мы поставим 10 у нас соответственно тени станут размытыми то есть они станут мягче да и соответственно мы их не слишком там видим ну то есть вот здесь вот она идет чуть-чуть такая жесткая да и потом начинает размываться уходить но вот фактически тень мы видим вот такое то есть вот здесь перебором вот этих всех параметров мы можем добиваться каких-то результатов то есть поставим например турбидите 0 то есть попробуем посмотреть до утра соответственно вот мы получаем чистое небо то есть предположим каким образом это еще можно так себе представлять в крупных городах вот эта пыль вот это все то что носится в воздухе у нас она плотнее и соответственно воздух грязней то если мы вот это где-то например там высокогорье да и там дом соответственно чистый воздух вот он то есть этот параметр 0 можно поставить и соответственно мы получим чисто если мы поставим его снова на 04 то мы чуть-чуть будем видеть другую картинку то есть она будет изменяться она изменится потому что у нас коэффициент вот этот загрязнение он увеличивается и соответственно мы видим вот такой результат дальше вот это опять же если мы поставим на максимум то посты получим вот такой это психоделический вариант есть нужен он не нужен но он здесь есть то есть мы можем влиять на длину волны то есть поставим здесь у нас 1 и 2 установлена вернем на среднее значение дальше соответственно то что мы уже обсуждали это отражательная способность не планета вот этого всего нашего воздуха то есть частиц в воздухе соответственно поставим 0 то есть отражать будет но не будет это все отражать и мы видим более чистую картинку то есть по цвету чище но она темнее немножко да если мы поставим сто процентов это все то что у нас в воздухе она еще и отражает то соответственно мы получим картинку чуть-чуть светлее но она уже не будет давать такую частоту поэтому здесь ну в принципе среднее значение стоит 80 можно оставлять можно делать меньше дальше наша планета она здесь не сильно отражает то есть все равно поставим 0 станет темней поставим например 100 станет чуть светлей то есть сейчас земля не отражает скаминство она будет отражать то есть это вместе с нашим солнцем чуть-чуть картинка становится чуть-чуть светлей но здесь можно все-таки оставлять 25-30 процентов и вообще не трогать соответственно асимметрия будет влиять у нас на прохождение света во всей этой среде то есть единица максимально опять же здесь значение можно проверять то есть вот он ореол тот который нам описывают разработчики то есть чем выше значение тем больше будет этот ореол ну единица максимальная то есть мы можем вот этот ореол видеть да он будет здесь вот таким если мы поставим 0 то соответственно ореола не будет и соответственно картинка будет другой мы более четче но здесь какую ставить здесь можно определиться там методом просто перебора обычного то есть мы перебираем варианты смотрим что у нас больше устраивает да то есть 05 нам вообще ничего не дает поскольку от трубы поставить 075 то есть приближаемся к единице но нам желательно этот ореол получить но вот на 075 там что-то начинается но мы еще этого как бы ореола такого отдельного не наблюдаем он появляется только на единице то есть 085 у нас тоже но все светлеет вот вокруг то есть вот таким образом да и соответственно если мы поставим 095 даже не единица посмотрим каким образом у нас это будет солнце у нас получается скрывается вот в этом ну ареол от вон границы имеет то есть если идти вот таким образом то у нас солнце не имеет этого ореола да и на небе мы его не видим то есть его вообще нет здесь единственное конечно желательно подождать то есть я поставлю 05 немножко подождем просчет посмотрим что в данном случае будет то есть 305 у нас уже начинает вот немножечко вот эта часть вокруг солнца меняться то есть но опять же это такие настройки которые нужно просто подстраивать под либо под референс скажем либо под свой вкус под свое видение то здесь ситуация у нас такая ну то есть вот на 05 у нас еще ничего толком не происходит поставим 08 и потом следующий по 100 единицам то есть посмотрим что у нас будет на 08 ну в принципе здесь еще такой вариант как бы такая оговорка разработчики рекомендуют все таки делать сцены которые освещены солнечным светом потому что солнечный свет считается быстрее ну вот он у нас ореол вокруг солнца появился довольно таки большой то есть мы и солнце вроде как видим и видим этот ореол ну или чтобы сделать четким соответственно ставим единицу то есть теперь мы уже будем точно видеть вот этот ореол вокруг солнца ну то есть вариации могут быть разные до начинают там можно луну симулировать то есть сделать тоже опять же ореол этот но понизить экспозицию загрязнить это все сделать насыщенность посильнее то есть увеличить озон здесь например до единицы она станет более насыщенней да то есть ну вот он лунный скажем такой пейзаж единственно только здесь данном случае нам желательно конечно поставить чуть чуть побольше но опять же это все варьируется здесь вот чем больше да вот мы видим вот эта часть почему она здесь отрабатывает не ясно артефакты значит снизим чуть меньше то есть мы можем ну на каком-то значении остановиться и вот и положим ситуацию вот такую создать да то есть вот эту картинку сделать поставить здесь оранжевые источники света и мы будем видеть довольно контрастную картинку то есть у нас вокруг все синие соответственно мощность вот эту можно уменьшить здесь поставить например 05 ну то есть варьировать мы можем очень довольно сильно разные параметры и добиваться того результата который нам необходим но фактически ореол этот мы все-таки будем видеть и дальше вот эти вот моменты можно сохранять то есть ответственно пресет create и дальше у нас будет работа с нашими пресетами то есть ситуация вот такая и плюс вот это солнце у нас теперь отношение имеет и constant дом то есть фактически вот да у нас вокруг всего идет однотонная то есть ну цвет небо то есть цвет зенита цвет горизонта мы можем поставить соответственно интенсивность этого купола у нас может вот изменяться и плюс мы еще здесь можем солнце добавлять то есть вариации вот такие но тут этот вариант конечно интересный здесь есть еще кастом добавляется теперь солнце но здесь цвет имеется ввиду цвет то есть мы можем менять цвет солнца но лучше конечно этого не делать хотя в принципе если для какой-то картинки предположим нужен какой-то там оранжеватый цвет дам передать то мы можем солнце поставить этот оранжеватый цвет но при какой-нибудь такой сильной мощности мы этого не увидим мы только вот на земле вот эту часть увидим то есть на самом солнце она как бы пересвечена да в линейном пространстве вылет и все равно нам будет белым то значит его интенсивность нужно уменьшать если интенсивность уменьшаем соответственно яркость уменьшится но здесь параметры друг друг за друга цепляются поэтому лучше всего использовать все-таки физический вариант чем кастом но опять же повторюсь если кастом нужно можно установить свой собственный оттенок и добиваться каких-то вот таких параметров то есть здесь я в данном случае это все сброшу это все-таки такой пример он примитивный учебный но фактически вот мы в данном случае получаем вот такую вот ситуацию то есть здесь опять же желательно вот это все то есть смотреть где у нас что находится на вот этот вращение делать то есть вращать всю конструкцию вокруг нашего объекта но я ставил 240 градусов то есть вот таким образом дата мы можем соответственно представлять по теням если у нас в нуле градусов ну сразу смотрим тень здесь желательно смотреть тень идет вот сюда да то есть солнце у нас с правой стороны как только мы 30 градусов то есть солнце у нас сейчас на 9 часов но грубо говоря если 12 к нам то есть вот 9 часов до соответственно мы по часовой стрелке можем спокойно ориентироваться и крутить это солнце вокруг то есть смотреть но если я поставлю например 90 это будет солнце светить спереди по идее то есть должно давать нам ну вот по тени мы видим чуть-чуть но она не то чтобы прям спереди спереди наверно будет градусов все эти 60 даже не 60 наверно и 75 то есть мы получим вот вот такую ситуацию ну то есть вот по теням мы видим да если мы поставим например там те же 180 то тень была в одну сторону теперь тень станет вот в другую сторону то есть но можно ориентироваться например сначала по 180 градусов дальше делить еще то есть на 90 там 60 30 то есть мы спокойно можем тени тут передвигать туда куда она нам нужно то есть мы из этого положения передвинули ее сюда ну и дальше соответственно поставим например там 240 тень пойдет вот в эту сторону то есть вон она наше солнце и соответственно вот сюда на все это пришло то есть фактически в данный момент у нас есть три вариации вариация первая это когда у нас освещение выключено совершенно то есть его нет вариация вторая это когда у нас есть купол и соответственно купол светит в одну точку и мы имеем мягкое освещение равномерное следующий вариант это у нас физическое небо плюс солнце то есть это система небосвод и следующее то есть в следующем видео рассмотрим имидж бейст то есть система основанная на картинка с высоким динамическим диапазоном но вот оно наше солнышко вот она наша дата и время и место где это находится да вот наш поворот и соответственно мы видим раннее утро восход солнца и вот такая вот ситуация у нас получается то есть мы можем симулировать любые условия освещения в зависимости от вот этих четырех типов которые используем то есть по поводу вот этих всех параметров вот этот файлик я приложу в принципе по нём можно сориентироваться но сложности здесь фактически никакой нет важно понимать то что мы используем да то есть соответственно температура это по кельвину мощность это у нас интенсивность нашего солнца мощность радиус это радиус диска то есть меньше больше и дальше у нас идут уже непосредственно значение и параметры которые касаются физического неба то есть здесь разделено то что касается солнца и то что касается небо и в итоге мы получаем довольно мощный вариант по настройки разных вариантов которые нам необходимы то есть экстерьерные сцены здесь настройки очень отличные даже стандартные вот по стандарту все установлено да и она вполне адекватно даже вот это вот на горизонте вот эта мутность она тоже есть вот в этих моментах то есть ну как сами разработчики пишут в масло рендере физически корректная система солнце небо то есть работает она вполне адекватно можно ее использовать я вот это отключен соответственно выключу интерактив он уже не нужен и опять же вот эту сцену приложу но без материалов то есть материалы здесь обычные стандартные то есть обычный серый материал можно даже один сделать и применить и вот у нас получается вот такая вот ситуация с нашим физическим небом и и и